Новое ведомство при Генпрокуратуре, которое планирует создать в рамках процедуры возврата незаконных выводенных капитала, будет проверять все сомнительные движения денег как со стороны частных лиц, так и госорганов, которые принимали участие при заключении сделок, а также всех структур банковского сектора. Причем срок исковой давности не будет иметь значения, объяснили эксперты. Проверять будут как недавние сделки, так и договоры, заключенные 20 или 30 лет назад. У нас уже несколько лет работает закон по предотвращению легализации и отмыванию доходов. Это касалось как раз-таки, знаете, больших сумм, которые выводили за рубеж, либо наоборот поступали через наши банки, особенно вот касалось поддержки радикальных течений терроризма. Вот этот закон работал. Почему он, допустим, в рамках этого закона нельзя было, допустим, и эти кейсы рассматривать, я сейчас не могу сказать. Но я считаю, что вот внедрение вот этого закона, вступление его в силу, оно как раз поможет более обширно, да, подходить к этим вопросам и, допустим, даст рычаги как Генеральной прокуратуре, так и КГД. Кроме этого, у высшей аудиторской палаты появится полномочия проверять траты на местном уровне. Новые функции также прописали в законе о возврате незаконно выведенных активов. Депутаты назвали меру профилактической. Она позволит мониторить эффективность расходования казны на государственном уровне и оспаривать в случае сомнений заключение служб внутреннего аудита по линии правительства. Ранее высшая аудиторская палата не могла повлиять на решение местных ревизорских комиссий. Мы передаем больше денег на места. Это трансферты. Они увеличиваются. И сегодня вот те денежные средства, которые придут в регион, у нас так бывает, что госорган, например, отчитался о том, что у него 100% в исполнении бюджета. Каким образом? Он просто перечислил целевые деньги регионам. И говорит, все, ну я же перечислил, да, вовремя, все, я чист как бы, да. Но и чтобы оценить эффективность использования их средств, нужно посмотреть, как они были использованы на месте. Этого аудиторская палата ранее не могла.